Мне предложили выступить в связи с тем, что возникла опять такая у некоторых людей необходимость или потребность вспомнить политику Ватикана в связи с книгой «Обортни» или «Кто стоит за Ватиканом». Поэтому назвали нынешнюю встречу «Как создают единую мировую религию». Я думаю, что сегодняшний разговор будет немножко шире этой темы, потому что единая мировая религия — это понятие широкое, это не только то, что делает Ватикан. Это одна из линий, это одно из направлений. На самом деле речь идет о создании единого глобального мировоззрения, которое позволит создать ту систему, которая была описана еще несколько веков назад, и в XVI веке она была описана идеологами, реформаторами, которые были связаны с обществом, которое называют розенкрейцеры. Те, в свою очередь, заимствовали ее еще с более древних учений. Поэтому сегодня разговор пойдет немножко шире. Первое, что я хотела сказать, что когда я написала эти книги, в частности «Политику о Ватикане», то многое из того, что там было описано было как проект. Прошло буквально несколько лет, и мы видим, что действительно это все реализуется, причем реализуется очень быстрыми темпами, и складывается впечатление, что они просто не успевают. Не успевают, не укладываются в график, и поэтому по многим направлениям это все принял такой ускоренный характер. Речь идет о том, что создается некая система управления людьми, контроль за людьми, которая описана во многих теория заговора, которые фактически сегодня уже таковыми не являются, потому что мы видим, что все реализуется наяву. Мы все время говорим о политических, социальных, экономических проявлениях этого процесса, но все-таки в основе лежит соответствующее видение, соответствующее мировоззрение, которое остается до поры до времени скрытым, но иногда оно все-таки просачивается, как-то вылезает, что очень хорошо проявилось в речи Грефа на соответствующем форуме, когда по непонятным причинам он приоткрыл эту завесу. И все более и более очевидно становится, что в основе этого мировоззрения, какую бы форму оно ни принимало и какое бы название оно ни принимало, трансгуманизм, экологизм. В последние месяцы особенно остро эта проблема стала экологизмом. Все равно это всего лишь название для учения, которое можно выделить два основных момента. Это гностическое учение стержневыми идеями, двумя которыми являются следующие. Во-первых, неприятие отрицания человека в его целостности, четкое разделение на человека телесного и человека с некой духовной субстанцией, которая сегодня принимает форму некой энергетики, некое энергетическое ядро и тело. Соответственно, тело это представляется как зло, а вот это энергетическое ядро является некой частицей или частицей некого божества, вокруг которого все вертится. То есть отрицание человека в его целостности глубоко антихристианское учение, потому что человек создан дух души от тела по образу и подобию Муга и таковым. И является даже в советское время, хотя мы были атеистическим государством, духовная источность человека не отрицалась никогда. Второй очень важный момент стержневой — это четкое совершенно деление на избранных и на остальных. Это два разряда людей, так устроено свыше и преодолеть это уже нельзя. Те, кто родился не в разряде избранных, они уже никогда туда не попадут, поэтому избранные себе приписывают особые права и особое право на власть над другими, причем власть над всем их существом, не только социальное, политическое, но и фактически полное управление, поэтому самое главное для избранных всегда было в отношении остальной массы людей добиться полного подчинения их воле, сознания и эмоций и чувств. Тогда эта система будет работать, поэтому на протяжении многих веков они разрабатывали те самые методы, которые позволяли бы им управлять большинством. Сегодня, как мы видим, в силу того, что появились вот эти новые информационные технологии, которые тоже появились не случайно, они не развиваются, их придумывают и внедряют. Причем очень большая часть этих технологий, как телевидение, оно изначально разрабатывалось американцами, хотя мы знаем, что изобретал наш Сварыкин, но у них были свои изобретатели, которые это делали исключительно для того, чтобы иметь возможность контролировать сознание, мысли людей. Эти технологии сегодня позволяют им очень легко и просто управлять целыми массами людей. Разрабатывая всю эту методику управления, они основывались на одном принципе, который фактически, мы видим, лежит в основе всех систем психотехник, гипнозов и прочих технологий, которые сегодня используют как секты, так и политические структуры, социальные структуры. Речь идет об очень простой вещи. Необходимо сделать все для того, чтобы терроризировать сознание человека, его травмировать. И в условиях, когда это сознание травмировано, возможно стереть память и начать перепрограммирование сознания человека, то есть перепрограммирование его самого. Дальше речь идет только о том, какие будут методики этого травмирования психики, причем как индивидуальной, так и групповой и массовой. Этим занимался проект МК Ультра, который собирал все то, что было наработано в тоталитарных сектах, все то, что было наработано в концентрованных лагерях нацистской Германии. Все это внимательно изучалось, и дальше уже с новыми технологиями это было запущено в полную силу. Например, когда мы зададимся вопросом, зачем нам столько лет по телевидению показывали ГУЛАГ, после того, как страна прошла горнила Великой Отечественной войны, фактически народ вышел другим, действительно сложился советский народ. Правильно тогда старались оценивать всю эту нашу историю, вдруг на нас в течение 30 лет обваливается вся мерзость, иначе как травмирование массового сознания это определить нельзя. Действительно, фактически оказалось у целого поколения стерта память, потому что любая попытка как-то трезво оценить все, что было в советскую эпоху, она всегда блокировалась вот этим страхом перед ГУЛАГом, страхом перед теми массовыми репрессиями, которые стали основной категорией и картинкой нашей советской истории. Это тоже политтехнология, и это очень хорошо нужно понимать. Такой же травмирование используется и в отношении различных групп, в отношении профессиональных групп. Сегодня мы это видим, делается в отношении студентов, детей. Методики стали разрабатывать в связи с тем, что у нас система образования приходит в упадок, и в связи социфровкой образования большая часть родителей отказывается водить своих детей в школу, они их забирают. В этой среде начинают появляться различные фонды, клубы, которые берут на себя контроль за этим семейным воспитанием. Одно из них является классические беседы. Это группа, которая создана протестантской группой американской педагогов-учителей, которая использует очень жесткий подход к воспитанию детей. Это фактически и есть травмирование детей, которые получаются очень послушные, легко управляемые существа. Сегодня американские фонды очень активны именно в системе детского образования, дошкольного образования. Детские сады, которые финансируются из центра, очень хорошие финансы идут, это американские фонды, это английские детские сады, в которых дети учат не только английскому языку, но и их учат американскому взгляду на историю России и на культуру России. Вот так незаметно происходит переформатирование сознания. Поэтому этот факт, это положение, я думаю, нам надо очень хорошо осознавать, понимать, изучать. Сегодня это приняло массовый характер, и какую бы сферу мы ни взяли, мы видим внедрение новых политтехнологий, методик, которые глубоко чужды русской культуре, русскому традиционному пониманию. Поскольку русский человек, лишенный всего того наследия, которое он накопил в советское время, я имею в виду все лучшее, что было взято из русской культуры, все это потеряно, то он легко очень всему этому подается. Возьмем ли мы, например, управление с менеджментом, саентология, возьмем ли мы различного рода направления целительства, возьмем ли мы экологов, экологизм, который фактически тоже рассматривает человека как самое опасное существо на планете, которое вредит природу. Экологи являются пантеистами, поэтому они обождествляют природу и рассматривают ее как живое абсолютно все — воздух, вода, растения, камни, фактически приравнивают его к человеку. А поскольку человек несет зло в ироде, то он оказывается фактически ненужным, и его необходимо устранить. Это тоже одно из правлений всего общего мировоззрения, в основе которого лежит эта гностическая идея. Католическая церковь уходит корнями христианского учения. Надо сказать, что за последние десятилетия было сделано много для того, чтобы фактически размыть христианское, католическое учение. Именно в силу того, что этот католический стержень был разбит и оказалось возможным внедрение трансгоммунистических идей на Западе. Осуществлялось это в католической церкви последовательно. Сначала изменяли догматическое учение, переход на пантеистическое видение, затем литургия, и основательно стали мать эту христианскую мораль. Как мы видим, папа Франциск и иезуит это делают очень успешно и последовательно. Поэтому все, что сегодня происходит у нас, мы должны понимать именно сквозь призму того, что идет тотальная коренная перестройка мировоззрения. В этих условиях самым главным врагом для этих людей является православное мировоззрение и православная церковь, поэтому по ней сегодня наносится основной удар и разрушает ее как извне, так и изнутри. Последним годом, особенно после 2016 года, после встречи с состоявшейся на Кубе, этот процесс тоже принимал активное размывание ценностей. Причем в самой ключевой сфере — это в системе образования, это в системе подготовки священства Лира и в богословских курсах. В общем, там, где как раз и должно вроде бы передаваться преимущественным образом святоотеческое наследие, переходит совсем на другие принципы. Экуменическое богословие преподают именно в ключе, в котором особенно язык, которого сегодня придерживается католицизм. Это все приводит к тому, что народ оказался не просто пассивен. У него воля оказалась как бы блокирована в силу того, что когда нет альтернативы тому, что говорится, а возвращение в прошлое невозможно в силу того, что нам уже показали, что это ГУЛАГ, люди оказались в таком состоянии, без ориентиров. В этих условиях появляется очень много всяких идеологий, много всяких учений, которые всего лишь навсего являются некими палеотивами или все равно так или иначе, но отражают основную гностическую идею. Простая вещь, что нам надо всего лишь навсего вернуться к нашим истокам, вернуться к нашей системе ценностей, — эта простая мысль оказывается блокированной. Поэтому смотрите, сколько лет у нас ищут национальную идею, сколько лет у нас ищут русскую идеологию. Хотя она есть, ее искать не надо, все прописано, вся эта система ценностей была в Евангелии. Именно эту систему ценностей старались сохранять и передавать лучшую часть советского народа. Пока мы не скинем с себя пелену, страх — это основной метод управления, глубинное травмирование сознания человека, удар по его памяти как индивидуальной, семейной, так и исторической памяти народа, это сегодня является основным инструментом. Поскольку касаясь католической церкви, она обладает передовым отрядом, который является специалистом по перестройке сознания иезуиты с приходом Франциска, вышли на лидирующую позицию в самой католической церкви, то это сыграло в последние годы очень важную роль. Незаметно, внедряясь в различные роды общественные организации, различные роды комитеты, они делают свое дело. Об этом в нашей книге остается актуальным. Поэтому мы можем перейти к вопросам, чтобы у нас разговор был более живой и более конкретный. Спасибо. Может быть, я что-то недостаточно понимаю, я сейчас вижу по всему миру всплеск исламизма, даже в тех странах, где раньше исламской идеи не было, а как раз всплеска католицизма я не вижу. Если только не считать, что он скрыто распространяется. Мне кажется, что неправильное применение исламских идей и искажение именно традиционных исламских идей сейчас несут, мне кажется, большую угрозу мира, чем распространение католической модели мировоззрения? Для каждого определенного сообщества применяется своя система. Для тех, кто традиционно придерживался ислама, конечно, здесь происходит радикализация ислама. Мы видим, поскольку численность их велика в определенных регионах. Для кого-то это буддизм, для кого-то это неоязычество, для кого-то это оккультизм, который сегодня принимает решение и разрабатывает стратегию, то она придерживается этого гностического оккультного мировоззрения. Поэтому эти идеи внедряют во все другие структуры. Что касается католицизма, то дело в том, что католицизм очень хорош для Ватикана, что после Второго Ватиканского собора открылись миру, когда они перешли на экуменическую позицию, то они не отрицают никаким образом диалог. Поэтому они поддерживают этот диалог со всеми, и с мусульманами, и с язычниками. Поэтому Папа Римский является своим человеком для всех религий. Не случайно ему предложили создать всемирную организацию религию, во главе которой он встанет. Хотя главный союз у них с иудеями, потому что иудеи признаны основными главными братьями. Все остальное — это политтехнологии. Мы знаем, кто разрабатывал политический ислам, кто разрабатывал радикальный ислам. Если вспомнить Антиктуна, который изобрел это неон, это английский ислонок Льюис или Левис, то это была тоже политтехнология, которая должна была внушить человечеству, в том, что существует два ключевых сообщества. Это христианская цивилизация, хотя речь идет о западной цивилизации, которая уже от христианства долго отошла, но они это называют иудеохристианство, и ислам. Сама цивилизация, а не ее радикальная исламская составляющая, была представлена как основной враг, как основной противник. Это проблема Запада и ее раскручивают именно для того, чтобы легче было управлять европейцами, а с другой стороны легче было управлять самими мусульманами и мигрантами. Потому что всегда в качестве противовеса этому радикальному исламу в Европе подвигается националистический или популистский силы, которые тоже искусственно фактически формируются. Потому что перевод всех проблем европейцев в русло национализма, борьбы и противостояния мигрантам отводит очень здорово о социальных проблемах. Пока корпорации укрепляют свою власть, они сталкивают эти две силы националистов европейских и радикалов исламистов. Причем образование, воспитание идет со школы, с детства, молодежь. Все это затаскивает, это тоже все политтехнологии. На самом деле картина немножко сложнее. Ульга Николаевна, такой вопрос. Московский родительский клуб о ценностных характерах. Вот сегодня как раз прочитала исследование ТАСС, социологический опрос школьников от 10 до 18 лет в школах. Им предложили пройти такое тестирование, ну как бы не тестирование, опрос о как они себе видят брак, как будущий брак, это по любви или какие-то другие причины. И пять процентов только выбрали по любви, остальные это финансовый вопрос или природа и так далее. По убывающей любовь была последней. В том числе для нас важный вопрос, патриотизм, хоть и занимает 69 процентов, но они уже представляют его по-другому. То есть это природа, люди, какие-то события, но не классическое воспринятие, а традиционное. Как вы думаете, когда эти дети вступят в взрослую жизнь, изменятся ли их ценностные ориентиры или мы имеем уже какое-то перепрограммирование, с которым нам придется столкнуться, когда они вступят во взрослую жизнь и уже будут формировать вот такое новое культурное пространство? Да нет, конечно, но это тоже политтехнология. Понимаете, вот когда начиналась только перестройка, вернее, немножко позже, уже в 90-е годы, помните, известные вот эти деятели, которые у нас реформировали образование, Асмолов и Адамский стали утверждать, что у нас новое поколение, поколение Z — это дети цифровые, они совсем другие, поэтому необходимо ориентироваться на их интересы. Вообще детство — это не возрастная категория, а это социальная категория, это самый особый вид социальный тип. У детей должны быть свои права. На основе этого была разработана концепция детоцентризма, что дети обладают особыми правами. Это, кстати говоря, тоже из той же самой серии, когда большинству противоставляются различного рода меньшинства, сексуальные меньшинства, этнические меньшинства, другого рода меньшинства. И вот теперь они в качестве такого меньшинства придумали детей. Дети со своими правами. Такого рода опросы они за это проводила, что за организация? ТАСС. Вообще сами социологические опросы — это тоже инструмент управления, это тоже такая пропагандистская штука. Потому что берется какая-то выборка, когда берется какие-то люди неизвестные, там иногда это телефонный опрос по телефону, иногда это берутся как бы свои. Вообще социология, она рождалась тоже как социальная инженерия, да, социальное управление. Поэтому я думаю, что вот эту всю информацию ее просто вообще не надо принимать, ее надо просто игнорировать, не потому что это страшнее, а потому что нужно понимать, что сейчас специально на нас обрушивает массу вот такого рода фактов, в кавычках, убеждений, утверждений для того, чтобы внушить, что ситуация не такая, какая вы думаете. Чтобы опять-таки подорвать вот эту способность человеку самостоятельно мыслить, самостоятельно принимать решения. То, что раньше называлось активной жизненной позиции. Обратите внимание, люди сейчас вообще лишены какой-то способности самостоятельно мыслить. Вот все время вспоминают этот фильм, снятый психологами в 60-х годов. Не помню, как он называется. Когда они показывали, как… Мы и они. Да, мы и они. Да, совершенно верно. Там очень хорошо этот фильм в 60-х годов, но сегодня это все реализовано в полную меру. Это все. Еще раз хочу подчеркнуть, сенсуальная инженерия, это управление людьми. Так же, как и сама система образования на сегодня превращается в систему кодирования и забирования. Там ничего совершенно нет от образования. Поэтому сегодня нужно делать все для того, чтобы сохранить культуру, для того, чтобы сохранить наше культурное наследие и каждому человеку объединяться с близкими по духу людей для того, чтобы оставаться человеком и оставаться человеком образованным. Сейчас действительно такая ситуация, когда все больше и больше происходит отчуждение власти от народа, от широких слоев населения. В то время как власть консолидируется, причем речь идет именно о наднациональной власти, мы сегодня еще этой темой коснемся, кто в реальности управляет, то также должен объединяться и народ. Поскольку это объединиться в целом всем невозможно, это делается через объединение социальное по месту жительства, по месту работы, по месту совместных дел и совместных деяний. Поэтому, когда я коснулась вопрос о семейной школе, это действительно хорошая вещь в нынешних условиях, когда государством проводится политика фактически тотального разрушения демонтажа образования. Мы с вами разговаривали о форсайт-проекте 2030, который предусматривает слом ликвидацию образовательной системы, начиная с 2023 года. По плану четыре этапа они описали. То есть мы знаем, что они реализуют. Поэтому нужно создавать свои структуры, причем именно тем, кто имеет к этому непосредственно профессиональное отношение. Но иметь в виду, что они играют в две руки. Одной рукой они уничтожают наше образование, создают цифровую школу. Другой прекрасно понимают, что люди начнут самоорганизовываться, создавать свои семейные групповые школы. Там уже идет своя агентура, которая ведет не туда. То есть это просто другая форма зомбирования. Вот и все. Под маркой христианства, под маркой православия, потому что они вдряются именно в религиозные православные системы. Я не буду долго об этом рассказывать, потому что вы можете сами найти об этом информацию. Я вас предупредила, имейте в виду, что это сейчас движение классической беседы будет набирать силы. Тем людям поручено реформирование, регуляторика нашего образования. Регуляторика тоже мы еще коснемся. Добрый день, Францов Александр. Благодарить вас хотел за ваш труд, огромное усилие и объединение знаний по этой теме. Скажите, пожалуйста, знаком ли вам труд Льва Николаевича Толстого, почему христианские народы, в частности русский, находятся сегодня в бедственном положении? Это название труда, 907-й год. И знакомо ли вам понятие естественное родовое право? Ну, это в связи со следующим вашим, наверное, обсуждением момента транснациональной элиты и транснационального правления. Ну, мы сейчас находимся, понятно, в каком праве, да? Ну да. Вот. Благодарю вас. Сейчас даже трудно сказать, какое право, но мы немножко позже коснем. Значит, что касается Иоаня Николаевича Толстого, вы знаете, что его отношение к русской церкви здесь просто произошла такая ситуация, когда вместе с водой выплеснули ребенка. Поэтому отношение к этому учению у меня, естественно, однозначно, поскольку я признаю Христа за Бога человека. Лев Николаевич это стал отрисовать, как вы знаете, для него это человек. Ну и отсюда все остальные ошибки, потому что если мы не признаем Христа за Бога человека, тогда христианство превращается просто в этическое учение. Этика, да? Только этика. А там есть еще и догматика, и есть еще таинство. И все это целостно, потому что в христианстве вот эти три составляющих нельзя разрывать. Убираешь одно, и фактически все искажается. В этих условиях очень легко полностью деформировать знания. Поэтому мне оно совсем не близко. А что касается родового права, надо исходить из контентной реальности, из того, что у нас сегодня происходит, и реагировать именно на это. А у нас любят всегда строить некие конструкции, планы, мечтать о будущем. И все это за счет того, что мало изучают реальность. В то время как реальность приобретает, как мы видим, сегодня уже через такие некие зловещие. Потому что когда все начиналось, мы говорили о диком капитализме, о том, что утверждается дикий капиталистический строй с жесткой системой эксплуатации. Это было классовое общество, где существовали разные классы прослойки, слои общества. Сегодня мы видим, что весь средний класс исчезает. Вся общественная конструкция создается по модели двух разрядов общества. Именно разряды людей, не классы, не слои, а разряды избранные. Пока они себя так не называют, но скоро, видимо, уже назовут. Потому что речи у них таковы, что они явно себя противопоставляют к основной части человечества. И основная часть, которую они называют человеческим ресурсом. Это для нас должно сегодня быть основным и главным, показывать человеконенавистническую идеологию того мирового слоя властных людей, которые сегодня эти все проекты реализуют. Иначе мы так и будем реагировать на отдельные дела и поступки. Вот смотрите, не успели у нас заговорить о генетическом паспорте, как принимается тихо законопроект в первом чтении в Думе на днях, о введении в разряд биометрических данных и генетических данных, и для определенной категории обязательно сдача этих генетических данных. Незаметно это все произошло, причем тоже под шумок критики ЛГБТ-сообщества. Пока Пушкина проводил свой законопроект о ювенальной ювенальной ювестиции, собрали мощного ЛГБТ-сообщества, об этом всем кричали, об этом говорили много-много. И опять-таки шумно, причем они там действительно реально обнаглели, потому что они затыкали рот всем тем, кто им противостоял, всем, кто исходил из других позиций или просто вообще даже не давали выступать. А в это время незаметно произошло вот это утверждение законопроекта о генетическом ДУДе. И как только это произошло, то уже через несколько дней как бы случайно Скворцовой на радио «Комсомольская правда» задает вопрос про эвтаназию, и Скворцова говорит, что эвтаназия — это вопрос должен решать народ на референдуме. То есть вопрос о том, что эвтаназия вообще недопустима, она это аморально, он даже уже не встает. То есть еще мы сделали вывод, что действительно начинается компания, которая, видимо, примет скоро такой же массовый характер, информационно-пропагандистской кампании по продвижению эвтаназии. И действительно буквально через некоторое время там уже по телевидению стали это обсуждать, говорят, да, ну вот это же вот, наверное, надо все-таки с народом да, 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 конечно, но главное, как вот по окну Авертон, это запустили. И уже начинают говорить о том, что вот у нас есть такая категория людей, которым тяжело, которые у него носимы. Ну, в общем, начинается, как всегда известные вещи. Вот это все опять-таки из серии того, что человек рассматривается как биологический объект. Даже как когда тогда принимали закон о презумпции согласия на предоставление после смерти твоих органов другим, это тоже человек биологический объект. Вот это вот надо очень хорошо понимать. А что касается вот этих всех вещей, то опять-таки это свидетельствуется только о том, что российские власти идут как бы в форматоре общего движения, в форматоре общего хода, который сегодня радикальным образом пересматривает саму всю систему управления. Вот эти вещи, которые сегодня происходят, они были хорошо описаны двумя товарищами. Это вот Ривкиным, экологом, да, английским, которым писала книгу «Третья промышленная революция», и Швабом, основателем Давосского форума «Четвертая промышленная революция», которая у нас была переведена, ее многие прочитали, но почему-то как-то ее отложили в сторону. Хотя все то, что он прописал, там хорошо изложено. И одна из основных его таких идей, которая сегодня мы видим реализуется полным входом, это то, что во всей этой системе глобализации радикальным образом должно измениться государство, государство должно отказаться от большой части своих функций, потому что все больше и больше они будут передаваться над национальным сообществом и локальным сообществом различного рода. Государство должно согласиться с тем, что оно будет просто оказывать определенные услуги. Дальше речь шла о том, что необходимо гармонизировать все национальные законодательства с международным законодательством и вообще постепенно отказываться от национального законодательства и те государства, которые не впишутся и не захотят перестраиваться, которые захотят сохранить суверенитет, им будет очень нехорошо в этой глобальной системе управления, заранее предупредил. И то, что сегодня действительно государство, с ним происходят фундаментальные перемены, у нас как бы государство сохранилось традиционное представление, хотя перестройке уже 30 лет, а мы все мыслим о государстве так, как это было в советское время, что это государство, это целый аппарат, который служит интересам народа. Сегодня он не просто служит интересам олигархических кругов, а он просто превращается постепенно уже в инструмент. И вот последние заявления, которые были сделаны уже председателем правительства Медведевна по итогам заседания консультативного совета по иностранным инвестициям, и даже сделанные там, они, конечно, просто умилительны, потому что, сейчас я немножко позже коснусь этого консультативного сайта по иностранным инвестициям, потому что тоже произошло какое-то, знаете, такое чрезвычайное событие, я думаю, в этой сфере. Но вот там, выступая перед представителями крупного бизнеса иностранного, и там 50 с лишним компаний транснациональных, кроме меньших, входит в этот совет, они у нас заседали. Он сказал, что вообще, конечно, хорошо правительству ничем не заниматься, ни во что не влезать, но пока экономические условия таковы, что мы не можем это делать. То есть, я так понимаю, пока экономика еще досталась, они не могут ее не регулировать. Но сам факт, что председатель правительства говорит такие вещи, что хорошо у правительства вообще ни во что не вмешиваться, очень показательно то, что это вопрос, зачем тогда нужен председатель правительства. Если он же прекрасно понимает, что если правительства не будет ни во что вмешиваться, то он тогда тоже будет не нужен. Вот такие заявления, это, конечно, еще посерьезнее Грефа, потому что Греф как бы там увидел, сказал, ладно, это понятно, что... А тут уже речь идет, простите, о всей системе управления, да, это уже вопрос государственного управления. Но ничего удивительного нет. Если мы вспомним, что именно Медведев заявил о необходимости осуществить у нас регуляторную гелиотину, или реализовать регуляторную гелиотину, да, это он сделан на заявлении в январе, по-моему, до 18-го года на свидании соответствующего форума. Но что интересно, опять-таки, понимаете, как-то это тихо прошло. Вообще-то гелиотина это инструмент такой, так сказать, кровавый инструмент, докарательный, который применялся в годы террора, поэтому у большинства людей, еще помнящих историю, он как раз и ассоциируется с террором. Поэтому, когда используют такие понятия, это значит, что люди уже либо не отдают себе отчеты, что они делают, что они говорят, либо они очень хорошо отдают себе отчет и считают, что общество уже готово к тому, чтобы это принять. В свою очередь, само это понятие регуляторная гелиотина, оно тоже родилось, естественно, не в головах российских правителей, как всегда это все заимствовано. Это регуляторная гелиотина, она впервые была использована, это понятие применено и разработана, значит, как бы вот эта его концепция Джекобсом, товарищем Джекобсом американским, который создал компанию Джекобс и партнеры. Сам этот товарищ был консультантом у Рейгана, далее он был консультантом у Вуша-старшего, и занимался тем, что как раз рассматривал, каким образом изменять регулирование. Они называют это регуляторикой, это, кстати, тоже чуждый термин, вот обратите внимание, у нас вводят американские понятия, как бы буквально начинают их переводить на русский язык и использовать, хотя в русском языке таких слов нет. Вот как, например, у наших слов нет слов «компетенции» — такого слова в русском языке нет, есть «компетенция» — это способность человека внимать и делать. Компетенция — это тоже калька просто, по-русски это переводится «навыки». Но «компетенция» звучит красиво, потому что это что-то инновационное, это что-то новое, запада пришла вот эта вот гениальная новая идея, мы должны ее реализовать, потому что иначе мы отстанем. То же самое с регуляторикой. Что такое регуляторика? Нет в русском языке такого слова, вернее, она оснащается совсем другое, регулирование, там есть специальный термин, он относится к совсем другой сфере. Взяли это понятие регуляторная гильотина. Так вот, речь идет о том, что Джекл специализировался по изменению нормативных правовых актов, которые касались непосредственно интересов тех или иных компаний, причем в той или иной сфере, и точечно все это устранялось. На основе этого развил регуляторная гильотина, которая является механизмом изменения законодательства или нормативных правовых актов в интересах крупного бизнеса, в интересах тех или иных компаний, причем в конкретных интересах. Необходимо компании что-то построить, необходимо компании что-то ввести, а мешает законодательству, поэтому его надо изменить так, чтобы убрать все те препятствия, которые на пути этом стоят. Примерно то же самое, тем же занималось Агентство национальных стратегических инициатив, когда оно только было создано. Когда тогдашний директор Никитин после присоединения Крыма приехал в Крым, в Севастополь, стал рассказывать о том, что мы сейчас к вам придем, сейчас мы объясним, чем занимаемся. Он стал объяснять, что мы, поскольку мы имеем возможность входить в структуру федеральной органы власти, то мы добиваемся ликвидации тех барьеров, которые препятствуют работе бизнеса. Так что этим занимается регуляторная гильотина. Его программы были реализованы в ряде стран, во Вьетнаме, в Хорватии, в Англии. В 2014 году он приехал на Украину, стал советником Министерства экономо-развития. Там предложила свою программу, но украинцы испугались. Теперь эту регуляторную гильотину нам представляет председатель правительства, который, не дожидаясь, не подумав о том, что необходимо какое-то широкое обсуждение или разъяснение людям, что это и как, просто проинформировали, что мы к этому переходим и будем это делать. Ничего удивительного в этом нет, потому что уходим в 2016 год, когда у нас шла подготовка перехода проекта цифровой экономики. Вспомню доклад Всемирного банка, посвященный цифровизации, которая осуществлялась в различных странах мира. Тогда Всемирный банк очень важная вещь, что цифровые технологии внедряются в различных странах, но очень медленно. Поэтому необходимо этот процесс ускорить. Чтобы ускорить, необходимо первое, как раз изменить регуляторику, то есть изменить законодательство, и второе, срочно решить проблему кадров, то есть изменить систему образования так, чтобы подготовить те кадры, которые смогут это все реализовать. Эти два требования содержались естественно и в программе для России, инициатором которой тоже выступал Всемирный банк. Поэтому не случайно, когда в 2017 году обсуждался последний вариант проекта цифровой экономики, то Дмитрий Песков, который сегодня является спецпредставителем президента по цифровизации, выступая там, подчеркнул две важные вещи. Первое, что нам необходимо убирать все то, что мешает бизнесу. Причем он тоже откровенно сказал, что государство должно просто подготовить ключевые решения, подготовить площадку, а то, что на этой площадке строить, это уже будет решать бизнес. Второе, надо поменять регуляторику, они стали теперь использовать в качестве модного инновационного слова, и такая у него была фраза наложить запрет на слово «запрет», исключая Уголовный кодекс, его не будем трогать. Дальше мы коснулся вопроса образования. Вот это все сегодня и делается. То есть фактически речь идет о том, что убрать, поменять, не просто реформировать, а радикальным образом поменять всю правовую нормативно-правовую базу, которая сегодня определяет жизнедеятельность наших различных сферах общества. В первую очередь в интересах крупного бизнеса. Отсюда вот эти все последние новости, которые мы слышим. О том, что будут ликвидировать госстандарты, хотя большую часть госстандартов является добровольной. Далее заявляют, что будут пересмотрены в УСАТОМ большая часть нормативно-правовых актов, что будут реактуализированы САНПИНы, что значит 200 САНПИНов там будут убраны, места не будет, просто 10 документов. Все это как раз в рамках одного, убрать какие-либо препоны, поменять вообще всю правовую базу для того, чтобы расчистить почву для деятельности главного бизнеса. Причем все это делается под предлогом того, что иначе невозможно будет реализовать проект цифровая экономика. Потому что цифровые технологии реализуются очень быстро, они меняются очень быстро, никакая нормативная база не может под нее подстроиться, ее невозможно все время менять, менять, менять. Поэтому ее надо просто убрать и вместо этого ввести некие нормативы. Что интересно, как сказал Орешкин, теперь вот эта классификация требований, которые они сейчас готовят, она будет происходить не по направлениям министерств, не по направлениям управления, например, противопожарной охраны, САНПИНы, а по видам бизнеса. Например, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес и другое. То есть даже сама вся эта система регуляторики перестраивается под интересы крупного бизнеса. Как это все проявляется, вот один маленький пример. Недавно шла передача «Утро России», она была посвящена на проблеме болезни и смерти пчел, которая приняла у нас массовый характер. Естественно, речь зашла о пестицидах, пригласили помощника председателя Росельхознадзора, и он рассказал такую интересную вещь, что да, на Западе у них регулируется использование пестицидов, а у нас нет. В 2011-2014 году был отменен закон о регулировании пестицидов. Когда его спросили, почему, он сказал, что не можем объяснить, что есть ведомство, которое препятствует эконом-развитию. После этой передачи этого товарища сняли с его должности только за то, что он сказал эти слова, хотя и до этого много выступал и говорил о том, как у нас меняется регуляторика и как у нас фактически убираются вот эти требования, без которых мы не обеспечим нормального развития, мы не обеспечим здоровье и физическое, и интеллектуальное, и такие вещи, как произошли в Красноярске, они станут нормой. Конечно, нет никакой регуляторики, поэтому надо все это легализировать и легализовать, свести это все к минимальным требованиям, которые не будут носить обязательный характер, будут носить рекомендательный характер и наказание за которое будет очень лояльным. Если мы опять-таки посмотрим, откуда это все идет, почему вдруг с такой скоростью все это происходит и почему именно сейчас об этом заговорили, то очень показательно как раз последнее заседание консультативного совета по иностранным инвестициям. Оно произошло на днях, состоялось на днях в Горке-9, где оно регулярно, раз в год проходит. Надо сказать, что если вы откроете в интернете информацию о консультативном совете иностранных инвестиций, вы сможете найти много интересного. Этот орган был создан в 1994 году указом тогдашнего президента. Сначала было около 15 примерно компаний, сейчас более 50 компаний. Это крупнейшие транснациональные корпорации мира. Список этот замыкает Всемирный банк. Создан он был именно для того, чтобы представлять и обеспечивать наиболее благоприятные условия для работы иностранного бизнеса в России. Заседает консультативный совет раз в год под председателем правительства. Приезжают сюда на бюджетные деньги и курирует аппарат правительства, администрация президента. Раньше, когда мы об этом говорили, информация выходила. В целом мы видели, что такого широкого обсуждения деятельности консультативного совета нет. В этом году произошел какой-то странный взрыв. После заседания этого совета показали Медведева, он рассказал о том, как они все обсуждали. В частности, он сказал, что мы сейчас будем менять новый кодекс административных правонарушений, в том числе подстраивать под интересы соответствующих компаний. Впервые по каналу «Россия-24» был показан фильм документальный, по-моему, получасовой, о том, как замечательно работает КСИ. Как мощно они здесь пробивают свои интересы, как мощно они завоевывают российский рынок. крупнейшие компания «Туталь», «Данон», «Сименс» и все прочие. Фактически рассказывается дальше, как они определяют положение законодательства, норм, которые подстраиваются по ним. Например, налоговая политика, цифровизация. «Пожалуйста». Все это есть. И вот то, что сегодня вот так уже открыто вот эту структуру начинают продвигать, говорит о том, что, наверное, скоро нам расскажут окончательно всю правду, как принимаются решения и кто в реальности пишет нам все эти программы. Вот такая вещь. Простите, к вопросу о том, почему нам надо все-таки изучать большую реальность, то, что делают, и механизмы того, как сегодня все осуществляется. И по мере того, как мы все это будем понимать, нам будет легче этому противостоять, нам будет легче что-то менять. А уже дальше, конечно, будет ясно, какие права и какое законодательство и государственную систему необходимо реализовывать. Извините за такой долгий ответ, но, в общем, примерно как-то так получается. Добрый день. Я задам вопрос и буду использовать тезисы, если это возможно. Я все, что, я не скажу слово «призывайте», все, о чем последние годы идет речь, как говорится, постарался эту работу проделать в группе людей. И вижу, какое сложное, как говорится, сопротивление. Ну, не то, что сопротивление, а то, что, скажем так, в целом нелегкая работа в этом всем заключается. Ну, самое главное, я оттолкнусь от того, что и вы знаете, что я спрошу. И, возможно, немножко эгоистичный вопрос. Именно, что касается инструментария, какие средства применять для того, чтобы реализовать данную рабочую линию. Например, по структурной социологии времени архаические общества или вообще архаизм возможен для осуществления данных, ну, чтобы получить данные результаты. То есть традиция, семья, фермерские хозяйства, лес и так далее. Это один вопрос. Можно ли использовать подобные системы, либо пробовать работать через социологию времени, например, такую, как модерн, постмодерн. Ну, я как понимаю, что это невозможно. Вот. Потом также хотелось спросить о том, что... Что касается того, что вы говорите, все проверено, посчитано, взмерено. Это все действительно верно. И вот, действительно. Вы знаете, правда ли, что одно похоже на бульдозер, а второе похоже, что на воду. Может ли бульдозер с водой чувствовать себя комфортно? Похоже, что невозможно. Как использовать литературу, какие использовать данные, чтобы, как говорится, и людей в этом противоречии связать. Вот. Как говорится, одни по одной модели готовы работать, а другие по современной. Там и трансгуманизм, и все, что с этим связано. Вот. Возможно ли осуществить такое здесь на территории России? И вы, наверное, понимаете, о чем я спрашиваю. Каким прибегнуть авторам? Потому что огромный объем информации, на самом деле, что тут отфильтровать. Вот. И тем в бульдозере хорошо ехать. И этим в воде хорошо. А эти никогда с этими не хотят. А эти никогда с этими. Вы согласны со мной? Ну, вы знаете, я исхожу из того, что там, где просто там ангелов соста. Вот. Стальный народ потому любил, что он очень просто говорил. Говорил очень простые вещи, понятные большинству людей. Вообще, когда мы говорим о Стальном, то мы, в общем-то, возвращаем как бы не его, а о сталинизме или, вернее, о политике Сталина, который только потому смог что-то сделать, что он представлял реальный интерес в очень большой части людей. Вот. Вот сегодня интерес очень большей части наших людей, наших граждан, их никто не представляет. Вот поэтому они должны как бы сами свои интересы защищать. Беда наша в том, что мы, понимаете, все равно уходим в какие-то модели, в какие-то теоретические конструкции. И уходя в теоретические конструкции, мы не изучаем реальную действительность. А вот изучение реальной действительности и реальности вообще-то, чем ближе мы к Земле, тем больше мы начинаем понимать, и тем больше сил нам дается и интеллектуальных, и душевных для того, чтобы что-то делать, тем понятнее будет, что необходимо делать. Вот когда изучаешь, смотришь эту систему, созданную консультативным советом иностранных инвестиций, вообще западными корпорациями, понимаешь, что речь идет об одном. Например, рассказывают о том, какой замечательный завод они там новый построили, там фармацевтический. Разрушили наш завод, довели его до банкротства, уничтожили все технологии. Приехали сюда и на этих останках поставили свое. Грибут с рыбыль, рыбыль уходит ним. Они обеспечили определенный уровень выживания нашим рабочим, уже хвастаются. Дальше смотрим Сименс, строительство вагонов, железнодорожное строительство и электрички. Мне рассказывали, как угробили наши заводы, которые строили наши электрички. Угробились причем специально для того, чтобы обеспечить возможность Сименсу сделать свое дело. Причем в три дорого. И так во всем остальном. На это мы должны в первую очередь обращать внимание. Смотрите, что произошло с нашей промышленностью, с сельским хозяйством, что происходит с медициной. С одной стороны они гробят медицину, только ленивые не говорят о том, что там происходит. С другой стороны рассказывают о том, как замечательно у нас будет сейчас введена медицинский дистанционный кластер. Когда любой человек придет, сможет по видео получить консультацию. что ему делать и как применять. Либо когда создается громадный кластер в Сколково, называется международный медицинский центр, который фактически экстерриториален. Он принят законом Госдумы несколько лет назад. Мы разрешили громадную территорию, где используются лекарства у нас не лицензированные, западные лекарства, где работают западные врачи, тоже не имеющие сертификата российского, которые создают свой собственный образовательный центр. То есть фактически понятно, что люди будут просто использовать в качестве экспериментальных кроликов, что здесь будут поменять лекарства, которые не прошли испытания. Возьмем образование, новые технологии образовательные. Мы видим, что с детьми происходит в результате этих образовательных технологий. Надо сейчас собирать силы. Все люди, которые еще остались честные, профессионалы, которых сегодня гонят со всех мест, должны объединяться. Они должны создавать модели, а разрабатывать план своих действий, как это все каждому на своем месте восстанавливать. Эта скрупулезная, трудоемкая работа каждого на своем месте только приведет к каким-то результатам. Сейчас ожидать каких-то таких радикальных решений, что кто-то спустится на облаке и что-то радикально изменит — это утопия. Видимо, Господь нас ведет по этому пути, чтобы мы учились реально самостоятельной деятельности самоорганизации. И вот этой такой сбитой, но очень хорошее выражение — активной жизненной позиции ее сейчас нет. Потому что как только встает вопрос о том… — Я сказал, что он не наполненный. Во-первых, то, что, возможно, именно идет проверка на предмет ранее богоносного народа, как бы его давят до последнего. Посмотреть, насколько он станет. Это момент один. Правда ли, что единственный ресурс — это народ? Не население, а народ. Это правда против больших действий? — Конечно, народ. Да, народ. Пытаются превратить население, но народ остается народом. Никуда это надевается. То есть народ. — Внимайте, еще раз хочу сказать. Где просто там ангел Иисус? У нас есть вера, у нас есть Евангелие. У нас все есть. Все, что сейчас делается в мировоззренческой сфере нашей, в сфере образования, науки — это все то, чтобы отвести человека от этого человеческого облика. Заставить забыть человека, кто он есть такой. Потому что в реальности, еще раз хочу подчеркнуть, происходит очень серьезная вещь, она уже начинает вылезать. Транскуманизм — это не шутки. Они скоро действительно реально уже смогут, видимо, трансгуманизм объявить уже официальной идеологией мировоззрения, все к этому идет. К этому просто понимать. Они как бы обкладывают, сначала здесь, сначала садомиты, потом сторонники эфтаназии. Дальше уже сейчас у нас начинают обсуждать, прошу прощения, каннибализм. Бросили такую вещь, якобы это было случайно, но сказали, что почему нет человеческое мясо, ничем не отличается от мяса в животных. Ну и все. Это бросили, это начали делать. Понимаете, это происходит незаметно. Потому что мы уже с радостью произносят слово «гильотина». Ну как такое вообще возможно? Это основная политика, стратегический курс правительства — гильотина. Но народ вообще понимает, что делает, как он может это все принимать. Все дружно начинают говорить о том, что готовят сейчас закон о регуляторной гильотине, что могут убирать все, что нам мешает. А там, простите, уже все вводят, потому что возьмите культурное наследие. Уже такое сейчас творится в этой сфере. Это же всего абсолютно касается. Всего. Под видом изменения регуляторики на самом деле убирается фундаментальная основа вообще правового регулирования государства. Вообще все перестраивается. То есть фактически государство, общество отдается на откуп крупным транснациональным корпорациям. Если мы посмотрим, кто сидит в акционерных, то есть в совете директоров, наблюдательных советах нашей компании, мы увидим те же лица, не российские граждане. Возьмите любую компанию, посмотрим ее структуру. То же самое. То есть все должно быть просто. У нас есть наша вера, наши традиции, наши принципы, у нас есть своя система ценностей, на основе этого надо действовать. В социальной сфере принцип справедливости. Все. В этом плане социализм показал. Справедливости было мало. Почему все забыли о том, что перестройка начиналась с того, что кричали все больше социализма? Корбачеву только поэтому поверили, что он действительно сказал, что нам нужно больше социализма. Об этом все забыли. А потом незаметно это все происходит. Это и есть изменение сознания человека, управление сознанием человека. Когда ты только начинаешь говорить, а может быть действительно ты так начинаешь задумываться над тем, над чем недопустимо мыслить. И постепенно ты опускаешься все ниже и ниже, а дальше тебя растворяют. Этому просвещена очень большая часть русских произведений, фильмов. Это, кстати, очень хорошо показано в фильмах первой половины 70-х годов. Я посмотрела между фильмами начала 70-х и второй половины 70-х годов. Потому что в начале 70-х годов уже начали осознавать, что происходит какая-то глубинная трансформация наверху. Потому что уже партийная верхушка, государственная верхушка, теневой капитал начали активно действовать. В фильмах это очень здорово отражено. Главные герои производственных фильмов, например, возьмите фильм «Середина жизни». Там главный герой инженер, гениальный изобретатель. Он видит все эти гнилые моменты, но он, осуждая это, остается положительным героем и старается этому противостоять. Причем там замечательная речь по поводу технического прогресса. Он, будучи изобретателем, говорит, что технический прогресс не должен осуществить так, чтобы исчезал человек. А там другой герой, который играет Смехов, как раз такое приспособление с его помощником, говорит, что это ты и говоришь, гениальный изобретатель. И дальше цинично совершенно не говорит, что нет технический прогресс, его не остановить, он будет идти продвигаться дальше. Но это все к чему? В этом фильме это были еще положительные герои. Вторая план 70-х годов, уже вся эта гниль, которая стала пролезать, уже стала настолько очевидной, что герои, которые якобы представлены как положительные, они уже такие же и оправданы. Они такие, потому что жизнь такая. Они хорошие по сути, но они таковы. Понимаете, все это уже было. Поэтому уже 60-70-е годы, вот здесь меня выступал Евгений Ильич Спицын, рассказывал про хрущевскую слякоть. Все уже тогда было, все закладывалось уже во все эти сферы, и в экономике, и в социальных отношениях. Вот и вот хорошо очень в кинематографе, вот начало 70-х годов это все вышло. А потом уже все понакатаны, потому что все это можно. нету принципов, нету ориентиров. И сегодня тоже, сейчас вот мы незаметно очень быстро можем действительно впасть в такую ситуацию, когда каннибализм будет нормой. И мы не заметим, как это произошло. Потому что раз такое можно сделать, да, заявление такой, человека, который принимает участие в такой передаче. Вот, и как она ведущая там? Малышеву тут же, да, мне нам дали понять, что Малышев в следующей передаче расскажет, что он имел в виду. То есть опять начинают это все обсасывать. Это и есть окно Вертона. Вот мы о нем много говорим, а когда начинает действовать, почему-то мы не замечаем. И в итоге человек опускает все ниже и ниже, ниже и ниже. А потом действительно, как они говорят, да, человек есть животное, вот, а робот есть человек. Робот — это андроид. Вот, и дальше все вот смыкается вот в этой самой принципы транскиминистической декларации, да, где нужно уважительно относиться к любому сознанию, от какого бы существа оно ни исходило. от человека, от искусственного существа, от робота или от животного. Так что я к тому, что у нас все есть, нам не надо искать, нам не надо ничего придумывать. У нас богатейшее наследие. Конечно, да. Ольга Николаевна, да, у меня вот вопрос касательно… Вы сказали, что происходит отчуждение, да, политической верхушки, от широких народных слоев, это характерно для всего мира или для каких-то отдельных стран? Нет, естественно, это же общие процессы. Я в книге «Транскоммунизм российского образования», там как раз первая главка этому посвящена, первая глава тем фундаментальным изменениям, которые происходят в мировом сообществе, и которые как раз являются следствием перехода вот к этой четвертой промышленной революции или к третьему промышленной революции. В общем, к новым вот этим технологическим переворотам. С одной стороны, сами эти технологии, они разработаны для того, чтобы все поменять. С другой стороны, эти технологии ведут к соответствующим последствиям. И поэтому они ведут не только к атомической и технологической перестройке, но к страшной социальной ломке, к изменению социальной структуры общества. Не случайно английский этот экономист Энглин ввел это понятие «прекариат», показав, что исчезает широко обсуждаемая тема. Исчезает этот широкий социальный класс средний, который до этого был базой основы этого государства всеобщего благоденствия. Фактически его сегодня нет. Неместо него формируется вот эта вот масса прекариата, люди разных национальностей, люди разных социальной, профессиональной подготовки. Но социальный статус у них один, они фактически оказываются выброшены из социальной системы общества. У нас это происходит очень резко и очень грубо. Поэтому особенно очевидно, потому что если в Европе еще сохраняются какие-то оставки и островки их социальной политики, то здесь это идет нечем. Ну потому что иначе просто у них там будет бунт, если это произойдет, то там будут страшные последствия. А здесь можно, в России можно вот так вот все это делать, потому что, видимо, отсутствие какой-либо реакции, организованной реакции со стороны широких слоев нашего народа, оно дает о себе знать. И сегодня, увидев результаты пенсионной реформы, и не только пенсионной реформы, но и всего остальное, видим, что правительство решило, что оно уже действительно может спокойно применять эту регуляторную гелиотину, но оно не получит никакого сопротивления до никакой реакции. Вот и все. Поэтому все зависит от нас.